Глава 13. Последнее волшебство Бастинды. К воротам изумрудного города Путников отвел зеленобородый солдат Дин Геор. Страж ворот снял со всех очки и спрятал их в сумку. «Вы уже покидаете нас?» – вежливо спросил он. «Да, мы вынуждены идти», – с грустью ответила Элли. «Где начинается дорога в фиолетовую страну? – Туда нет дороги», – ответил фарамант. «Никто по доброй воле не ходит в страну злой Бастинды. Как же мы ее найдем?» «Вам не придется беспокоиться об этом», – воскликнул Страж ворот. «Когда вы придете в фиолетовую страну, Бастинда сама найдет вас и заберет в рабство». «А может быть, мы сумеем лишить ее волшебной силы?» – сказал Страшила. «Ах, вы хотите победить Бастинду? Тем хуже для вас. С ней еще никто не пробовал бороться, кроме Гудвина. Да и тот…» – Страж ворот понизил голос. «Потерпел неудачу. Она постарается захватить вас в плен, прежде чем вы сможете что-нибудь предпринять. Будьте осторожны. Бастинда очень злая и искусная волшебница, и справиться с ней очень трудно. Идите туда, где восходит солнце, и вы придете в ее страну. Желаю вам успеха!» Путники распрощались с Фарамантом, и он закрыл за ними ворота Изумрудного города. Элли повернула на восток, остальные пошли за ней. Все были печальны, зная, какое трудное дело им предстоит. Только беспечный Татошка весело носился по полю и гонялся за большими пестрыми бабочками. Он верил в силу льва и железного дровосека и надеялся на изобретательность Страшилы. Элли взглянула на собачку и вскрикнула от изумления. Ленточка на ее шее из зеленой превратилась в белую. «Что это значит?» Спросила она друзей. Все посмотрели друг на друга, и Страшила глубокомысленно заявил. «Колдовство!» За неимением другого объяснения, все согласились с этим и зашагали дальше. Изумрудный город исчезал вдали. Страна становилась пустынной, путники приближались к владениям бастинды. До самого полудня солнце светило путникам в глаза, ослепляя их. Но они шли по каменистому плоскогорью, и не было ни одного дерева, чтобы спрятаться в тень. К вечеру Элли устала, а лев поранил лапу и хромал. Остановились на ночлег. Страшила и Железный Дровосек встали на караул, а остальные друзья заснули. У злой бастинды был только один глаз, зато она видела им так, что не было уголка фиолетовой стороне, который ускользнул бы от ее острого взора. Выйдя вечером посидеть на крылечке, бастинда обвела глазом свои владения и вздрогнула от ярости. Далеко-далеко, на границе своих владений, она увидела маленькую спящую девочку и ее друзей. Волшебница свистнула в свисток. Ко дворцу бастинды с шумом сбежалась стая огромных волков со злыми желтыми глазами и большими клыками, торчавшими из разинутых пастей. Волки присели на задние лапы и тяжело дыша смотрели на бастинду. — Бегите на запад! Там найдете маленькую девочку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки. — Почему ты не возьмешь их в рабство? — спросил предводитель стаи. Девчонка слаба. Ее спутники не могут работать. Один набит соломой, другой из железа. И с ними лев, от которого тоже не жди толку. Вот как бастинда видела своим единственным глазом. Волки помчались. — В клочки! В клочки! — визжала волшебница вдогонку. Но Страшила и Железный Дровосек не спали. Они вовремя заметили приближение волков. — Разбуди льва! — сказал Страшила. — Не стоит! — ответил Железный Дровосек. — Это мое дело — управляться с волками. Я им устрою хорошую встречу. И он вышел вперед. Когда вожак подбежал к Железному Дровосеку, широко разевая красную пасть, Дровосек взмахнул остро отточенным топором, голова волка отлетела. Волки бежали вереницей один за другим. Как только следующий бросился на Железного Дровосека, тот был уже на готове с поднятым кверху топором, и голова волка упала на землю. Сорок свирепых волков было у Бастинды, и сорок раз поднимал Железный Дровосек свой топор. И когда он поднял его в сорок первый раз, ни одного волка не осталось в живых. Все они лежали у ног Железного Дровосека. — Прекрасная битва! — восхитился Страшила. — Деревья рубить труднее, — скромно ответил Дровосек. Друзья дожидались утра. Проснувшись и увидев кучу мертвых волков, Элли испугалась. Страшила рассказал ей о ночной битве, и девочка от всей души поблагодарила Железного Дровосека. После завтрака вся компания смело двинулась в путь. Старая Бастинда любила понежиться в постели. Она вставала поздно и вышла на крыльцо расспросить волков, как они загрызли дерзких путников. Каков же был ее гнев, когда она увидела, что путники продолжают идти, а верные волки лежат мертвые. Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула. — Летите к западу! Там чужестранцы! Заклюйте их до смерти! Скорей! Скорей! Вороны со злобным карканем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась. Но Страшила сказал, — С этими управиться — мое дело. Ведь не даром же я воронье пугало. Становись сзади меня! И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала. Вороны растерялись и нестройно закружились в воздухе. Но вожак стаи хрипло прокаркал. — Чего испугались? Чучело набито соломой! Вот я ему задам! И вожак хотел сесть Страшиле на голову, но тот поймал его за крыло и мигом свернул ему шею. Сорок хищных ворон с железными клювами было у Бастинды, и всем свернул шеи храбрый Страшила и побросал их в кучу. Путники поблагодарили Страшилу за находчивость и снова двинулись на восток. Когда Бастинда увидела, что и верные ее вороны лежат на земле мертвой грудой, а путники неустрашимо идут вперед, ее охватили злобой и страх. — Как? Неужели всего моего волшебного искусства не достает задержать наглую девчонку и ее спутников? Бастинда затоптала ногами и трижды просвистела в свисток. На ее зов слетелась туча свирепых черных пчел, укусы которых были смертельны. — Летите на запад! — прорычала волшебница. — Найдите там чужестранцев и зажальте до смерти! Быстрей! Быстрей! И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железные дровосеки Страшила заметили их издалека. — Страшила мигом сообразил, что делать. — Вытаскивай из меня солому! — закричал он железному дровосеку. — Забрасывай Элли, Льва и Татошку, и пчелы не доберутся до них! Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы. Лев, Элли и Татошка бросились на землю. Дровосек быстро забросал их и выпрямился во весь рост. Туча пчел с яростным жужжанием набросились на железного дровосека. Дровосек улыбнулся. Пчелы ломали ядовитые жала от железа и тотчас умирали, так как пчела не может жить без жала. Они падали, на их место налетали другие и также пытались вонзить жала в железное тело дровосека. Скоро все пчелы лежали мертвыми на земле, как куча черных угольков. Лев, Элли и Татошка вылезли из-под соломы, собрали ее и набили страшилу. Друзья снова двинулись в путь. Злая Бастинда необыкновенно разгневалась и испугалась, видя, что и верные ее пчелы погибли, а путники идут вперед и вперед. Она рвала на себе волосы, скрежетала зубами и от злости долго не могла выговорить ни слова. Наконец волшебница пришла в себя и созвала своих слуг, мигунов. Бастинда приказала мигунам вооружиться и уничтожить дерзких путников. Мигуны были не очень-то храбры, они жалостно замигали и слезы покатились у них из глаз, но они не осмелились ослушаться приказа своей повелительницы и начали искать оружие. Но так как им никогда не приходилось воевать, Бастинда впервые обратилась к ним за помощью, то у них не было никакого оружия и они вооружились кто кастрюлей, кто сковородником, кто цветочным горшком, а некоторые громко хлопали детскими хлопушками. Когда лев увидел, как мигуны осторожно приближаются, прячась друг за друга, подталкивая один другого сзади и боязливо мигая и щурясь, он расхокотался. С этими битва будет недолгой. Он выступил вперед, раскрыл огромную пасть и так рявкнул, что мигуны побросали горшки, сковородки и хлопушки и разбежались кто куда. Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут да идут вперед и уже приближаются к ее дворцу. Пришлось воспользоваться последним волшебным средством, которое у нее оставалось. В потайном дне сундука у Бастинды хранилась золотая шапка. Владелец шапки мог когда угодно вызвать племя летучих обезьян и заставить их выполнить любое приказание. Но шапку можно было употребить только три раза, а Бастинда уже дважды до этого призывала летучих обезьян. В первый раз она с их помощью стала повелительницей страны мигунов, а во второй раз отбила войска Гудвина Ужасного, который пытался освободить фиолетовую страну от ее власти. Вот почему Гудвин боялся злой Бастинды и послал на нее Элли, надеясь на силу ее серебряных башмачков. Бастинде не хотелось воспользоваться шапкой в третий раз, ведь на этом кончалась ее волшебная сила. Но у колдуньи уже не было ни волков, ни ворон, ни черных пчел, а мигуны оказались плохими вояками и на них нельзя было рассчитывать. И вот Бастинда достала шапку, надела на голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко вскрикивала волшебные слова. «Бамбара! Чуфара! Лорики! Йорики! Пикапу! Трикапу! Скорики! Морики! Явитесь предо мной, летучие обезьяны!» И небо потемнело от стаи летучих обезьян, которые неслись ко дворцу Бастинды на своих мощных крыльях. Предводитель стаи Уорра подлетел к Бастинде и сказал «Ты вызвала нас в третий и последний раз. Что прикажешь сделать?» «Нападите на других чужестранцев, забравшихся в мою страну, и уничтожьте всех, кроме льва. Его я буду запрягать в свою коляску». «Будет исполнено!» — ответил предводитель, и стая с шумом полетела на запад. Продолжение следует...